Добрый вечер, в эфире новости на телеканале CBC в студии Телли Гусейн Зады и в начале коротко о главном. Развитие потенциала возобновляемых источников энергии превратит Азербайджан в незаменимого партнера в сфере энергетики. В Абу-Даби состоялась традиционная неделя устойчивого развития, в которой в качестве почетного гостя принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Выступать против открытия Зангизурского коридора призывают граждан Ирана. Антиазербайджанские провокации в иранских СМИ набирают обороты и принимают более изощренные формы. В Италии задержали самого разыскиваемого мафиози Матео Миссино Динаро, который считается главой мафиозного клана Коза Ностра. Скрывался от правосудия половину своей жизни около 30 лет. Завершился рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты. В аэропорту Абу-Даби в честь азербайджанского лидера был выстроен почетный караул. Президента Ильхама Алиева провожали официальные лица. В ходе визита глава государства принял участие в официальной церемонии открытия недели устойчивого развития Абу-Даби в качестве почетного гостя. Глава государства выступил там с речью. О деталях визита президента Азербайджана в Абу-Даби расскажет моя коллега Нигер Ахманова. Нигер, здравствуй, передаю тебе слово. Телли, здравствуй. Более подробно в Ворвике Финтаймс и Карбарен. Нигер, здравствуй. Принял участие президент Ильхам Алиев. Глава государства выступил с речью, в которой акцентировал внимание на усилиях Азербайджана по развитию альтернативных источников энергии, а также рассказал о существующем энергетическом потенциале страны, в том числе на освобожденных территориях. Подробнее в следующем материале. Сегодня Азербайджан не только полностью удовлетворяет свои потребности в энергии, но и экспортирует сырую нефть, нефтепродукты, природный газ, продукцию нефтехимической промышленности, а также электроэнергию. Об этом президент Ильхам Алиев заявил на официальном открытии недели устойчивого развития Абу-Даби, состоявшегося в столице Объединенных Арабских Эмиратов. По словам главы государства, Азербайджан развивает возобновляемые источники энергии не для того, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность. Наша программа по возобновляемым источникам энергии имеет совершенно другую повестку дня. Во-первых, потому что у этой отрасли огромный потенциал. Во-вторых, потому что это поможет нам диверсифицировать наш экспорт и, конечно, создаст новый экологически чистый сектор нашей экономики. Превратит Азербайджан в очень важный источник экспорта зеленой энергии сотрудничества с базирующейся в Абу-Даби авторитетной компанией «Маздар». Накануне национальная энергетическая компания Азербайджана «Сокар» подписала с «Маздар» соглашение о разработке ветряных и солнечных электростанций в Азербайджане мощностью 4 гигаватт. По словам главы государства, среднесрочные проекты позволят увеличить этот объем до 10 гигаватт. Это абсолютно выполнимо. У нас есть дорожная карта для обоих проектов. Наше сотрудничество с компанией «Маздар» превратит Азербайджан в очень важный источник экспорта зеленой энергии. Важные меморандумы о взаимопонимании и соглашения, подписанные между Азербайджаном и международными энергетическими компаниями, позволят нам производить в общей сложности до 22 гигаватт ветровой и солнечной энергии. В своем выступлении президент Ильхам Алиф также коснулся имеющегося в Азербайджане потенциала ветровой и солнечной энергии. В азербайджанском секторе Каспии имеется 157 гигаватт ветроэнергетического потенциала, а на суше имеется потенциал в 27 гигаватт. В том числе 10 гигаватт ветровой и солнечной энергии приходится на территории, освобожденной в ходе 44-х дневной войны 2020 года. Говоря о наличии очень позитивного инвестиционного климата в Азербайджане, Ильхам Алиф напомнил о заключении с партнерами, в числе которых и европейские страны, важного документа. В прошлом месяце, 17 декабря, Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния подписали соглашение о прокладке черноморского морского электрического кабеля от черноморского побережья Грузии до черноморского побережья Румынии. Это соглашение было засвидетельствовано президентом Европейской комиссии. Мы планируем проложить кабель, который позволит транспортировать из Азербайджана зеленую энергию объемом 4 гигаватт. Но этого будет недостаточно. Это только то, что уже согласовано. Наши планы гораздо шире. Мы привлекли большой объем инвестиций в нефтяной и газовый сектор. Но сейчас наша цель – развитие возобновляемых источников энергии. Другими словами, у нас есть грандиозные планы, и я уверен, что мы добьемся успеха. Помимо этого, по словам президента, наблюдается рост объема экспорта Азербайджаном природного газа. Так, с прошлого года поставки голубого топлива за рубеж увеличились с 19 до 24 миллиардов кубометров. Этот объем будет расти и дальше. Эсмир Алиева, Сибиси. Исходя из выступления президента Азербайджана Ильхам Алиева в рамках недели устойчивого развития Абудаби, очевидно, что приоритетом в стране выступает развитие зеленой энергетики. Помимо планов по экспорту традиционных энергоносителей, в частности природного газа, отметим ряд последних масштабных проектов в этом направлении. Так это подписанный в Бухаресте меморандум о прокладке электрокабеля для передачи зеленой энергии, соглашение с Саудовской Аквапауэр, а также соглашение с компанией-гигантом из Объединенных Арабских Эмиратов МАЗДАР, действующей в области возобновляемых источников энергии. Более подробно обсудим эту тему с Нурмамедом Мамедовым, профессором университета архитектуры и строительства Азербайджана. Он сейчас с нами на связи. Здравствуйте. Добрый вечер. Господин Мамедов, глава государства подчеркнул, что планируется расширение пропускной способности Южного газового коридора с существующих 19 миллиардов километров до 24. Этот трубопровод, хоть и предназначен для поставок углерода, но сейчас его называют переходным элементом в направлении зеленой энергии. И тут у проекта ЮГК, конечно, есть потенциал для того, чтобы транспортировать водород. Как Объединенные Арабские Эмираты могут посодействовать Азербайджану в этом направлении? Дело в том, что, значит, согласно нашей национальной стратегии, Азербайджан нацелен на увеличение доли возобновляемых источников энергии в общей производительной мощности с 17% в 2025 году до 24%, а до 2030 года до 30%. Это уже очень большой объем производства зеленой энергетики. Кроме того, Азербайджан сегодня планирует превратить освобожденные территории зону зеленой энергии. Согласно расчетам, производство солнечной и ветровой энергии на этих территориях может достигать до 9-10 тысяч мегаватт. Это очень крупная сумма, тем более это в ближайшее время Азербайджан нацелен эти задачи выполнять. Поэтому в этой связи только в 2021 году на освобожденных территориях были восстановлены 4 гидроэлектростанции с общей мощностью около 20 мегаватт. В текущем году планируется реконструировать 5 таких гидроэлектростанций, мощность которых составит 27 мегаватт. Господин Мамедов, как вы считаете, удастся ли по ЮГК при помощи Объединенных Арабских Амиратов поставлять все же водород? Какой потенциал у нас в этом направлении? Понятно, что солнечная, ветровая, уже были отчеты и оглашалась, но в последнее время очень часто говорят про водород. Конечно, это тоже один из видов альтернативной энергетики. Наверное, наш президент определил общую мощность возобновляемых источников энергии. И это соответствует фактическому состоянию нашей мощности в этой области, в области альтернативных источников энергии. Еще Маздар недавно заявлял о том, что к 2030 году у нее есть план увеличить ветровую и солнечную энергию до 100 гигаватт. И вот с Кыргызстаном был подписан меморандум. И в целом сейчас мы видим, что акцент делается на Центральную Азию. Как вы думаете, какие страны могут выступить привлекательными рынками для компании-гиганта? Дело в том, что Азербайджан сегодня является одной из тех стран, где ветровые мельницы могут быть идеально приспособлены из-за нашего биографического положения. В частности, допустим, Абширонский полуостров, береговая линия Каспийского моря и острова в северо-западной части Каспийского моря, а также Гяндзе-Дашчисанская зона, а также Шарур-Джулфинский район Нахчевана. Тоже идеальные места, идеальные варианты для применения ветряных мельниц. Кроме этого, в настоящее время освобожденных от оккупации местах тоже планируется общая мощность около 30 мегаватт ветряные установки применять. Например, в Денгеландском районе, в селе Агалы, сами знаете, уже там применяются альтернативные источники энергии, там устройство Архимед, так называемое между собой, это гидроэлектростанция, которая тоже является как источником альтернативной источников энергии. Да, и инфраструктура ее, конечно, тоже очень сильно отличается от всех традиционных видов ФГС, которые мы в целом видели. Хотелось бы еще узнать про проекты МАЗДАР, городах с КСС, который строится в Азербайджане. Как вы считаете, чем отличаются стандарты, которые применяются там от уже существующих? Дело в том, что этот проект, как вы знаете, будет реализован на воде, прямо на воде. Это очень, это впервые делается у нас в Азербайджане, поэтому пока на очень, по-моему, если я не ошибаюсь, около 212 мегаватт будет, если я не ошибаюсь. Но это очень большая мощность, и преимущество в том, что это не будет уже, это будет уже на воде, прямо на воде, и это впервые делается у нас в Азербайджане, пока, на сегодняшний день. Тоже мы ждем очень положительных рецензий от этого. И ждем, это, наверное, будет обеспечено, вот это в начале, я сказал, до 30-го года будет около 30% производственной мощности нашей альтернативной энергетики. Вот эта компания Мастар, которую мы, наш уважаемый президент, подписал договор, он будет, вот эта станция уже будет обеспечивать нехватку в этой области. То есть до 30% от общей суммы нашей потребности в энергии уже будем покрывать зеленой энергетикой. Да, конечно, развитие в этом направлении сейчас очень актуально, учитывая глобальный курс на развитие зеленой энергетики. Спасибо за то, что подключились. Напомню, на связи с нами был Нурмамед Мамедов, профессор университета архитектуры и строительства Азербайджана. Говорили мы на тему развития энергетики и сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов с Азербайджаном. Продолжаем выпуск. Производственные возможности альтернативной энергетики Азербайджана в обозримом будущем увеличатся в общей сложности на 4 гигаватта. В стране высокими темпами развивается сфера возобновляемых источников энергии. Наиболее перспективным направлением этой отрасли является водородная энергетика. В частности, одно из соглашений, заключенных накануне между Азербайджанской Сокар и компанией Маздар из Объединенных Арабских Эмиратов, направлено на реализацию водородных проектов. При наличии достаточного количества электроэнергии, то есть солнечной и ветровой электроэнергии, для получения водорода нет никаких препятствий. Самый распространенный способ получения водорода электролиз воды, самый зеройный, так сказать, это электролиз воды, но это требует большого количества электроэнергии. Если иметь в наличии достаточное количество дешевой, доступной электроэнергии, которые обещают использование солнечных и ветровых этих установок, то получение водорода очень, так сказать, реальная, весьма реальная перспектива. Получение зеленого водорода как экологически безопасного энергоносителя актуально, в наших условиях это очень актуально в связи с тем, что, например, даже в зоне Карабаха есть очень много пострадавших лесов, одновременно пострадавших лесов, и эта зеленая биомасса должна быть как-то утилизирована, и на местах, утилизируя биомассу через процессы газификации, можно получать достаточно до 38% водорода. Между тем, у республики есть возможность не ограничиваться привычными направлениями возобновляемых источников, считает эксперт. Плиматические условия Азербайджана позволяют развивать и биоэнергетику. В том числе, использование биодизельного топлива позволит сократить объемы выхлопных газов на дорогах города. Это в первую очередь биотопливо, биоэтанол, возможности их использования в транспорте, и как энергоносители, в том числе, и для использования их на мощностях электростанций. Вот этому направлению следует уделить очень большое внимание. со своей стороны, хочу сказать, что в институте, в нашем институте химических процессов имени Люсифа Мамидарева есть все разработки, есть мощности для получения биотоплива с производительностью 60 литров в час. Поэтому как пробный вариант получения этого биотоплива на основе растительного сырья Азербайджана, то есть хлопкового, посолочного, кукурузного, соевого и даже оливкового масел, плантации, которых все больше и больше расширяются в условиях Азербайджана, это приоритетная задача для получения как минимум альтернативных видов топлив для использования в Бахов. Многовые поступления в государственный бюджет Азербайджана по итогам 2022 года увеличились на 82% по сравнению с 2021 годом. Об этом в своем аккаунте в Твиттер написал министр экономики Азербайджана Микел Джабаров. В общей сложности налоговые отчисления в прошедшем году превысили 15 млрд 540 млн манатов и это рекордная цифра в истории Азербайджана. Особо отмечено, что в том числе за год налоги вне нефтегазовом секторе увеличились почти на 28% и составили 8 млрд 134 млн манатов. Кроме того, министр сообщил, что к 1 января 2023 года число заключенных в стране трудовых договоров выросло на 344 тысячи и превысило 1 млн 746 тысяч. В том числе в частном секторе экономики число договоров увеличилось более чем на треть и превысило 830 тысяч. При этом, благодаря легализации рынка труда, отчисления взносов по обязательному социальному страхованию выросли за год на 19% и превысили 4 млрд 586 млн манатов. Центром анализа экономических реформ и коммуникаций в ушедшем году было подготовлено почти 8 десятков мониторинговых и оценочных отчетов. Документы касались реализации стратегий государственных программ, организации мероприятий и решения поставленных задач. Об этом сообщил глава ведомства Весолга СМВ в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года. Центр действует в сферах подготовки, исполнения, мониторинга и информирования об экономических реформах в рамках созданной в стране системы стратегического управления. Важным этапом является активное улучшение бизнес-среды и рост международных рейтингов. В 2022 году в рамках государственного портала АзРэнкинг было созданы 23 рабочие группы, проведены 77 встреч и утверждены 15 дорожных карт. Созданный в Азербайджане институт мониторинга и оценивания считается самым передовым на постсоветском пространстве. Также Всемирный банк рекомендует другим странам воспользоваться нашим опытом. Кроме того, в рамках сотрудничества с платформой АзРанкинг.Аз Всемирный банк поддерживает нашу страну в реализации зеленых технологий и проектов. Мы продолжаем наш мониторинг и оценивание для повышения прозрачности экономики. В настоящее время ряд стран дают предпочтение деятельности на основе базы данных. Мы также считаем, что чем шире база данных, тем выше прозрачность. На данный момент мы представили 78 отчетов о мониторинге и оценивании. По словам исполнительного директора центра, действующей при этой структуре портала АзЭкспорт Enterprise Азербайджан информирует предпринимателей в Азербайджане. Предоставляется сведения об инвестициях, экспортных процессах, выдаче сертификатов на различные товары, поддержке стартапов и прочих аспектах бизнеса. Так, в 2022 году сумма экспортных заказов на платформе АзЭкспорт составил около 470 миллионов долларов. А Центр поддержки экспорта по принципу единого окна в прошлом году осуществил экспорт на общую сумму 270 миллионов долларов. Пять основных продуктов азербайджанского экспорта это драгоценные металлы, хлопок, молочные продукты, фруктовые соки и икра сектровых рыб, выращенных методом аквакультуры. Также новые возможности экспорта откроются через Амазон и Эбэй. Работа по экономическому прогнозированию и анализу может быть относена к популяризации в обществе результатов экономической политики государства. Впервые на основе данных геоинформационной системы была создана территориальная модель рельефа Армении и научно обоснована значение Зангизурского коридора. Также на основе кластерного подхода проведен научный анализ постконфликтного строительства в Карабахе и в восточном Зангизуре. Текущая ситуация в Азербайджане в отношении экономики замкнутого цикла, были выявлены важные факторы влияющие на торговые отношения тюркских государств и исследованы потенциальные возможности сотрудничества в этой области. Кроме того был проведен сетевой анализ прямых иностранных инвестиций среди тюркских государств. Ну что ж и в завершении я отмечу что с сегодняшнего дня стартовала Всемирный экономический форум в Давосе будем отслеживать события по этому мероприятию Телли. Спасибо. Спасибо Ниге Рахманову представила нам все в деталях о визита главы государства в Абу-Даби. Мы продолжаем акцию протеста на дороге Ханкенди-Лачин. Продолжается уже больше месяца участники заявляют что не прекратят экоакцию до тех пор пока их требования не будут выполнены. Участники акции выступают против разграбления природных ресурсов Азербайджана и вреда наносимого экологии. Лачинская дорога открыта для беспрепятственного движения транспорта и грузов гуманитарного назначения. Как сообщают наши коллеги утром в понедельник данный участок дороги пересекли несколько автомобилей принадлежащих российскому миротворческому контингенту. Только за сегодня по дороге Ханкенди-Лачин беспрепятственно проехали 18 автомобилей российского миротворческого контингента. Община западного Азербайджана обратилась к населению с призывом предложить свое видение концепции возвращения на исконные азербайджанские земли. В заявлении говорится, что концепция возвращения привлекает внимание общественности. В связи с этим граждан просят отправлять свои предложения по проекту до 21 января 2023 года. Как подчеркнули в обществе, особо интересны мнения и предложения экспертов, специализирующихся в области международного права, гуманитарного права, прав человека, специалистов области постконфликтной реабилитации и реинтеграции, а также прав беженцев. Предложения все принимаются на азербайджанском, английском, русском, французском и немецком языках. На прошлой неделе в Карабахе и восточном Зангизуре от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено около тысячи квадратных метров территории. Об этом сообщили в агентстве Азербайджанской республики по разминированию. В ходе операции по разминированию проведенных в Тертере, Кельбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физулигу, Бадлы, Джабраиле и Зангелане с 9 по 14 января был обнаружен и обезврежен один неразорвавшийся боеприпас. Иран должен выступить против открытия Зангизурского коридора и дать резкую реакцию на якобы провокации Азербайджана. Об этом в интервью информационному агентству Мехар заявил иранский политолог Шуяб Бахман. По его словам, Иран должен внимательно следить за присутствием НАТО в Азербайджане и сразу реагировать при появлении угрозы для региона. Следует отметить, что подобные провокации в иранских СМИ против Азербайджана происходят не в первый раз. В интервью иранскому информационному агентству Мехар так называемый эксперт по Кавказу Шуяб Бахман заявил, что Турция занимается подстрекательством Азербайджана и настраивает против Ирана. Политолог заявил, что Иран должен внимательно следить за действиями Азербайджана и всячески препятствовать запуску Зангизурского коридора. Как считают эксперты, подобные высказывания направлены на подрыв авторитета Азербайджана. Однако эти попытки тщетны. Иранские семьи не прекращают провокации против Азербайджана. Иран хочет нанести ущерб репутации Азербайджана. Напротив, влияние Азербайджана в регионе и в системе международных отношений возрастает. И после открытия Зангизурского коридора эта репутация повысится еще больше. Именно это беспокоит Иран. И не надо искать виноватых в обострении Ирана-Азербайджанских отношений. Иран сам виноват. Противодействие Ирана за Азербайджанским коридором бесполезно. Этот проект в любом случае будет реализован и Иран также может извлечь выгоды из проекта. Кроме того, так называемый политолог заявил, что Иран должен следить за Азербайджаном, который якобы может создать угрозу мира в регионе. Однако, говоря о провокации, следует упомянуть как раз таки Иран. Несмотря на то, что Тегеран всегда поддерживал Армению, Азербайджан всё равно был настроен на добрососедские отношения с Ираном. В последнее время Иран не прекращает совершать провокации против Азербайджана. Речь идёт о диверсионной группе, засланной Ираном в Карабах и о провокациях в иранских СМИ и о многом другом. Однако, несмотря на это всё, Азербайджан намерен поддерживать добрососедские отношения с Ираном. Кроме того, нельзя не упомянуть, что официальный Тегеран выражает явную поддержку Армении, стране-оккупанту. В отличие от Ирана, Азербайджан вьёт открытую политику и не вмешивается во внутригосударственные дела других стран. Политика, которую ведёт Иран в отношении Азербайджана, мягко говоря, не является дружественной и добрососедской. Далеко ходить не нужно. Достаточно упомянуть тот факт, что в Иране нет ни одной школы с преподаванием на азербайджанском языке. Язык, носителем которого являются по меньшей мере 30 миллионов граждан Ирана, существует в этой стране лишь на бытовом уровне. Эллада Мамедова, Сибиси. К нам подключается Азар Аллахвиранов, председатель общественного объединения Евразийской платформы миграционных инициатив. Азербайджан, добрый вечер. Добрый вечер. Подобные провокации в иранских СМИ против Азербайджана, как мы знаем и отмечаем, происходят не в первый раз. То есть, подобные высказывания, они, естественно, все направлены на подрыв авторитета Азербайджан. Но вот всё-таки почему Иран так беспокоит Зангизурский коридор? Ведь сама иранская страна могла бы извлечь из этого и выгоду. Ну, во-первых, да, безусловно, она могла бы извлечь выгоду именно от открытия Зангизурского коридора. Но мы прекрасно понимаем, что политическая власть Ирана не всегда дальновидна в плане реализуемой внешней политики и достаточно отдалённо от всякого прагматизма. Дело в том, что Зангизурский коридор начнём с того, что, во-первых, безусловно, руководство этой страны, независимо от того, кто стоит во власти, я говорю, после 2022 года, после известной Союза 4-х военной и Ибрагим Раиси, президент Ирана, и тот же самый Али Хаминьи, верховный лидер страны. Или же взять Амир Хусейн Абдуханя, он является министром иностранных дел, или же взять хотя бы Багири, который является начальником Генерального штаба Вооружённых сил. Я назвал вам имена достаточно представителей власти достаточно высокого ранга. Они в своём выступлении говорили о непредкосноведности границ стран в регионе и недопустимости каких-либо изменений границ. Вот именно эта тематика активно педалируется политическим руководством этой страны. Но на самом-то деле что происходит? Во-первых, взять бы хотя бы то же самое трёхстороннее заявление, подписанное Азербайджаном, Арменией и Россией, где девятый пункт этого трёхстороннего заявления открытым текстом говорит об открытии всех коммуникаций и в том числе об обязательстве Армении в плане обеспечения безопасного открытия вот этого транспортных сообщений и коммуникаций, связывающих западные регионы Азербайджана, западный район Азербайджана с территорией нахчевания. То есть получается, что в принципе речь не идёт о границе. То есть тематика границы она не обсуждается. Но если немножко посмотреть вглубь вообще, что происходит, то есть полойки вещей, как вы правильно сказали в своём вопросе, отметили, что по сути открытие Зангизурского коридора предоставляет Ирану в то же время и для Ирана дополнительный дивиденд в плане доставки грузов скажем Ирана или же какого-то международных грузов через Иран и через Зангизурский коридор и дальше нахчеван Турции и в Европу. То есть по сути Иран может брать свои какие-то определенные дивиденды. Но сегодня Иран или в пылу тех эмоций, которые сегодня активно имеют место в политическом местах этой страны или же страх перед тем, что открытие Зангизурского коридора позволит создать такое наземное сообщение всего Тюркского мира. То есть страх перед этим результатом. Так или иначе безусловно приводит к тому, что Иран на всевозможных платформах не только средства массовой информации, но даже на различных международных мероприятиях тоже если даже про открытие Зангизурского коридора открытым текстом не говорит, но по крайней мере представляет вещи именно в том контексте, которые по сути направлены против открытия Зангизурского коридора или же выдвигают различные рода какие-то идеи скажем например открытие транспортного коридора связывающий скажем Иран Армению и Грузию ну и дальше Европа спрашивается как может быть что если скажем эта тематика точнее вот это открытие вот подобного значит транспортного коридора которая как ну по предварительным расчетам может обойтись Ирану как минимум 5-6 миллиардов долларов откуда деньги находят Иран на подобные скажем проекты если скажем не может найти там 500 миллионов для открытия скажем жизнедорожного сообщения между Астаро и Решт то есть речь идет о коридоре связывающем север-юг получается что вроде бы там деньги не находят а здесь сразу же откуда эти деньги находят естественно это была такая спекулятивная тематика которая как бы в качестве идеи была подброшена со стороны Ирана ну естественно расчет был на то что взять что скажем что Армения будет активно участвовать в реализации скажем так называемого этого проекта естественно и у Армении нет такого ресурса и у Ирана нет такого ресурса то есть получается все-таки Иран всегда различные какие-то провокационные действия или же высказывания по поводу нерешимости границ и все остальное пытается активно высказаться против открытия Зангизурского коридора там есть один очень важный момент который скажем на котором тоже я думаю что нужно заострить внимание дело в том что тот же самый девятый пункт трехстороннего заявления где говорится об открытии Зангизурского коридора об открытии всех коммуникаций но и в том числе и Зангизурского безусловно там отчет четко написано по поводу того что Федеральная служба безопасности Пограничная служба Федеральной службы безопасности России должна обеспечить беспрепятственное прохождение через этот коридор и грузов и граждан в обоих направлениях то есть получается что вот этот коридор он должен находиться именно под контролем Пограничной службы Федеральной службы безопасности России вот именно вот Если приблизительно посмотреть в километражном соотношении, скажем, 40-42 километра, которые контролируются со стороны ФСБ России, естественно, это не устраивает Ирана по простой причине, что в условиях экономических санкций сегодня в тот же самый Иран через вот этот Зангизур, через Зангизурский регион, то есть у Армении есть какие-то договора именно в сфере военно-промышленного комплекса, и по существу вот этих договоров в Иран завозятся различные роды, скажем, продукты именно военно-промышленного характера. То есть если вот эта территория, Зангизурский коридор, будет находиться под контролем ФСБ России, естественно, вот такого беспрепятствованного прохождения незаконных, скажем, продуктов военно-промышленных, военно-промышленности, которые заводятся в Армению посредством каких-то вот так называемых межгосударственных договоров, естественно, всего этого не будет иметь места, или же в обратном порядке. Естественно, вот эта территория, Зангизурский регион используется и Ираном, и Арменией именно в целях незаконного соборождения грузов различного назначения. Естественно, открытие Зангизурского коридора будет четко ставить контроль и над этими путями тоже. Естественно, вот это тоже как бы играет очень важную роль, но еще там другой очень важный момент тоже, мне кажется, есть. Во-первых, мы знаем, что все-таки транспортное сообщение через территорию Ирана между Нахчеванью и, скажем, основной территорией Азербайджана, материковой территории, скажем, Азербайджана, имеет место. То есть в течение вот этих 30 лет времени, да, были времена, когда они закрывались, были времена, когда они открывались, но тем не менее вот этот транспортный коридор, через который, скажем, проходит автомобильная дорога, через территорию как бы Ирана, она всегда была вот так называемой, ну, своего рода рычагом давления на власти Азербайджана. И, естественно, прекрасно понимая это Иран, он не заинтересован в открытии, скажем, какого-то другого альтернативного коридора. Хотя мы знаем, что в начале этого года был подписан очень важный договор с Ираном по поводу создания соответствующих условий и создания новой инфраструктуры, отвечающей современным требованиям, именно вбирающих в себя элементы вот этого транспортного коридора через Иран. То есть, как бы, с одной стороны, Азербайджан прекрасно понимает, что Иран не заинтересован, потому что видит альтернативную. Но, с другой стороны, Азербайджан как бы в то же время дает понять Ирану, что, в принципе, мы заинтересованы в альтернативную коридору, в том числе и через территорию Ирана тоже. Но почему, скажем, сегодня Иран не заинтересован в том, чтобы было открыто железнодорожное сообщение между материковой частью Азербайджана и Ираном, и Нахчеване? Потому что вот эта железная дорога, опять-таки, будет находиться в ведении российских железных дорог, так как все акции армянских железных дорог сегодня принадлежат российским железным дорогам. То есть, есть очень много составлений, но, тем не менее, сегодня две страны, это Армения и Иран, которые активно торпедируют открытие Занесурского коридора. Но это как бы видимая часть Азербайджана. Но есть еще и другие страны, которые так или иначе имеют интересы, и иногда поддерживаем их тем же самым Ираном и тем же самым Арменией. Хотя сразу же в этот же момент как бы выступает противоречимость высказываний политического руководства. То они говорят о том, что это дело двух государств, то есть Армении и Азербайджана, открыть Занесурский коридор или не открыть. И же они говорят о том, что и другие участники, и другие страны региона должны как бы иметь свои интересы в открытии, точнее вот в этом проекте. Но и в то же время они говорят о том, что присутствуют какие-то иноземцы, которые сегодня педалируют на открытие Занесурского коридора, но это противоречит интересам, национальным интересам Армении, защитником которого сегодня выступает Армения. Вот, точнее, выступает Иран. То есть вот интересная ситуация складывается, естественно, как говорится, в Линкоме. Тем не менее, так или иначе, я думаю, что все-таки во власти в Иране найдутся прагматические силы, которые прекрасно будут понимать те дивиденды, которые Иран будет получать от открытия Занесурского коридора. И эмоции, страх и все остальное отойдут на второй план. Но не думаю, что это дело ближайших месяцев и ближайшего года. Работа идет в этом направлении, и я думаю, что широкомасштабное участие стран региона в этом вопросе и в платформах 3 плюс 3 и так далее, и на других платформах будет тем фактором, который будет содействовать открытию Занесурского коридора. Спасибо, спасибо большое. Действительно, согласен Иран или нет, но этот проект в любом случае будет реализован. Благодарю вас. Я напомню, Азера Аллахвиранов, председатель общественного объединения, Евразийская платформа, миграционных инициатив, подключался к нам на прямую связь. В Иране из тюрем освободили 975 женщин. Об этом сообщил глава судебной власти. Ирана массовая амнистия была объявлена по случаю дня рождения дочери пророка Мухаммеда Фатимы. Как отметил Эжейн, 6000 женщин были отпущены домой на время. Помимо этого, в 15 провинциях Ирана освобождены 502 заключенных женщин. Смягчены наказания свыше 4000 осужденных. Напомним, в конце прошлого года власти Ирана освободили из тюрем более 1000 заключенных после победы национальной сборной по футболу над командой Уэльса на чемпионате мира в Катаре. Среди освобожденных были также задержаны из-за участия в массовых протестах, которые продолжаются в Иране с середины сентября. Число погибших в результате попадания ракеты в жилой дом в Днепре увеличилось до 40. Об этом сообщил глава городского совета со ссылкой на данные госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Пострадавших по последним данным 75. Из них 14 детей. Экстренные службы продолжают разбор завалов. Из-под обломков здания в настоящий момент удалось спасти 39 человек. По меньшей мере, 30 человек числятся пропавшими без вести. Трагедия произошла 14 января. В результате мощного взрыва у жилого девятиэтажного дома полностью обрушились два подъезда. Из 18 украинские власти утверждают, что в дом попала российская ракета. В Кремле обвинения отвергают. С начала войны в Украине западные страны предоставили Киеву более 4000 единиц военной техники. Об этом сообщает нидерландский сайт оборонной аналитики «Исследование военных действий Орекс». Института изучения войны и Главное управление разведки Министерства обороны Украины накануне выпустили схожие отчеты, в которых говорится о том, что Россия готовится к длительной и масштабной войне. Поэтому Запад должен направить все усилия на предоставление помощи Киеву. Нидерландский сайт оборонной аналитики и исследования военных действий «Орекс» сообщает, что с 24 февраля 2022 года западные страны предоставили Киеву более 4000 единиц военной техники, в их числе бронетехника, артиллерийские орудия, штурмовые самолеты и вертолеты, буксируемые гаубицы, а также образцы советской техники. Также Институт изучения войны в своем новом отчете указал, что западные страны должны продолжить оказывать Украине поддержку до того момента, пока война не будет закончена. «Западу нужно помогать Киеву в долгосрочной перспективе, поскольку Россия готовится к длительной войне», — говорится в отчете. Подобную информацию накануне выдвинуло и Главное управление разведки Минобороны Украины. В своем заявлении ведомство заявило, что проведение реорганизации в военно-промышленном комплексе России не является случайным. Москва собирается продолжать войну. Между тем, число жертв ракетного удара по жилому зданию в украинском Днепре возросло до 35. Поисково-спасательная операция продолжается уже более 40 часов. «Все время с начала ракетного удара получают доклады по Днепру. Там продолжается разбор завалов. Привлечены все необходимые службы, и я благодарю всех, кто совершает спасательную операцию. По состоянию на данный момент остается неизвестна судьба более 30 человек, которые могли находиться в доме во время попадания ракеты террористов». «Десятки людей удалось спасти из-под завалов. Среди них шестеро детей. Мы боремся за каждого человека. И спасательная операция продлится столько, сколько будет хоть малейший шанс спасти жизнь». Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Турция предлагает использовать свою территорию для запуска гуманитарного коридора между Россией и Украиной. Раненые и гражданские лица могли бы сначала возвращаться из России в Турцию, а оттуда уже в Украину. Такое предположение ранее выдвинул главный омбудсмен Турции Шараф Малкоч. У нас к этому часу пока все. До встречи в вечернем выпуске. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова